Боже, ущедренным благословенным посвятили церкви, наним помилованием. Аминь. Весне свете истины посвящая, освящая всякого человека, грядущего между знаменством на свет лица Твоего, дарюшим свет непреступным. Исправи стопы наших делами заповедей Твоих, молитвами Печистой, Своей Матери всех святых Твоих. Аминь. Главное, Боже, Боже, победительная, Я, Ходыш, Божий, святый, благодать, стена, я воскресу, и терапит Твоей Богородицы. Но я, Каим, учая, держава неволитивую, отцепишь нас без слабо ведет запрети, радуйся, небеса, небеса. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше. Слава Тебе. Слава Тебе, Сын, 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 Тобу, Духа и Ленин, и Своей Богородицы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благодать. Пристос, истинный Бог наш, притом и причистой, Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любви. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Без беседы святителя Анна Златовуста во втором пришествии. Христос придет на этот суд, имея величайшее оправдание, это крест, показывая не только раны, но и постыдную смерть. Тогда восплачутся все племена земные, 24 глава Евангелия Матфея. Не будет нужды в обличении после того, как они увидят крест, и они восплачут, так как не получили никакой пользы от смерти его и распяли того, которому должны были поклониться. Видишь ли, сколь страшным представил Христос свое пришествие, как ободрил в сердца учеников, для того он сперва и представляет печальное знамение, а потом радостное, чтобы таким образом утешить и успокоить их. Снова напоминая им о страдании и воскресении, он представляет крест и в блистательнейшем образе, чтобы они не стыдились и не скорбели, так как он придет, полагая его вместо знамения. В другом же месте Писания говорится, возряд на него, которого пронзили рока Захария. Поэтому восплачут племена, увидев того самого, которого они пронзили. Напомнив о кресте, Христос присовокупил, увидят Сына Человеческого, грядущего не на кресте, но на облаках небесных, силой и славой великой. Услышав о кресте, ты опять не представляй чего-либо печального. Христос придет силою и славою многою. Крест же приносит для того, чтобы грех иудеев сам собой осудился, потому, как если бы кто-нибудь, будучи поражен камнем, стал показывать самый камень или окровавленные одежды, придет на облаке и подобно тому, как и вознесся, и, видя это, восплачут племена. Впрочем, бедствие их не ограничится одним плачем, но плач этот будет для того, чтобы они сами над собой произнесли приговор и осудили самих себя. В то же время еще и пошлет ангелов своих с трубой громогласную и соберут избранных его от четырех ветров от края неба до края их. Когда ты увидишь это, представь себе мучения тех, которые останутся. они понесут не только то наказание, но и это. И как ныне говорил Христос, что воскликнут благословен гряды во имя Господне, так и здесь говорит, что они восплачут. И так ангелы соберут воскресших, а облака восхитят собранных. И все это произойдет в кратчайшее время и мгновение. Господь будет призывать их, не пребывая на высоте, но Сам придет с трубным голосом. Для того же будут трубы, для чего же будут трубы и голос? Для возбуждения, для радости, для представления ужасных событий, для мучения тех, которые оставляются. Горе нам от этого страшного дня надлежало бы нам радоваться, когда мы услышим это, но мы скорбим, сетуем и печалимся. Или я один испытываю такое чувство, а вы радуетесь, слыша это? На меня находят некоторый ужас, когда говорят об этом, и я горько плачу и воздыхаю из глубины сердца. Впрочем, не это смущает меня, но тот, что вслед за тем сказано о девах, о скрываем земле полученный талант, о лукавом рабе. Поэтому я плачу, представляя, какой мы лишимся славы, какой надежды благ, и при том совершенно и навсегда, если бы, хотя немного, не позаботимся. если бы и велик был труд и тяжик закон, но и в таком случае надлежало бы все исполнять, хотя многие из нерадивых и думали иметь некоторое извинение, извинение, правда, бесполезное, впрочем, думали иметь указыванное через мерную тяжесть заповеди на великий труд, на бесконечное время и невносимое время, но теперь ничего подобного мы не можем представить в оправдание. Поистине и время краткое, и труд мал, а между тем мы расслаблены и унылы. На земле подвязаешься, а на небесах венец, от людей принимаешь мучения, а от Бога получаешь честь. Два дня бежишь, а на бесконечные века награда, в тленном теле борьба, а в нетленном честь. А сверх этого должно еще представлять и то, что хотя бы мы и не решились потерпеть для Христа некоторые скорби, все же совершенно необходимо будет потерпеть их, только иным образом. Если ты не умрешь за Христа, то не будешь же бессмертен, если не отвергнешь для Христа богатства, то не возьмешь его с собою и по смерти. Аминь. не работаем. Не работаем. Спасибо.